МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страной, благоприятной для открытия собственного дела, Россию считают лишь 2% ее жителей. Для сравнения, в Америке этот показатель приближается к 70%. Сам бизнес, несмотря на меры по поддержке предпринимателей малого и среднего класса, предпринимаемые правительством в последнее время, не перестает жаловаться на административные барьеры, коррупцию и высокие налоги. В нашей сегодняшней программе мы попытаемся разрушить некоторые мифы о налоговом бремени малого бизнеса. А поможет нам в этом начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Брянской области Анна Перфилиева. Анна Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Как всегда, начнем с налоговых новостей, а потом вернемся к нашей беседе. Начнем с самой актуальной в преддверии предстоящих летних отпусков новости. В этом году при посещении курортов Крыма, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев с туристов, возможно, в последний раз не будет взыматься сбор. Хотя соответствующую инициативу местных властей правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала со следующего года в рамках эксперимента. Все приезжие в возрасте от 18 лет должны будут платить не менее 100 рублей в сутки. Сбором займутся объекты размещения, в их числе официальные гостиницы и жилые помещения, предназначенные для оказания гостиничных услуг. Кроме того, в сборе средств могут быть задействованы предприниматели и физические лица, оказывающие отдыхающим услуги по размещению. Они будут наделены статусом операторы курортного сбора и внесены в специальный реестр, после чего их обяжут регулярно отчитываться о полученных и перечисленных в бюджет средствах. Против эксперимента выступает Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, которая рекомендует правительству отозвать проект закона. Члены комиссии считают, что его реализация затормозит развитие внутреннего туризма в России. Если к мнению комиссии правительство не прислушается, эксперимент по введению курортного сбора продлится с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022. Более 128 тысяч недействующих компаний исключены из единого государственного реестра юридических лиц с начала 2017 года. Активную работу по обеспечению достоверности данных в реестре Федеральная налоговая служба проводит с прошлого года, в течение которого из него было исключено свыше 650 тысяч компаний, неведущих деятельности. Кроме того, с начала нынешнего года в реестр внесено более 80 тысяч записей о недостоверности данных о компаниях, что является сигналом для контролирующих органов и потенциальных партнеров. Работа по обеспечению достоверности единого реестра позволяет всем его пользователям оценить возможного партнера и избежать заключения соглашений с компаниями, фактически прекратившими свою деятельность или потенциально рискованными контрагентами. ФНС России предупредила налогоплательщиков, что в последнее время участились случаи, при которых микрофинансовые организации, выдающие кредиты населению, вводят граждан в заблуждение. В частности, для того, чтобы вернуть долг по кредиту, они распространяют неверную информацию о взыскании с должников налога на доходы физических лиц в размере, превышающем сумму прощенного долга. Заемщикам говорится, что уплата НДФЛ будет осуществляться с максимальной суммы, то есть с суммы прощенного долга с учетом всех начисленных процентов. Федеральная налоговая служба заявила, что подобные действия недопустимы, а также дала пояснение, что при списании долга с физических лиц микрофинансовой организации, как налоговые агенты, обязаны представить в налоговый орган соответствующие сведения, на основании которых физическим лицам будет направлено налоговое уведомление об уплате НДФЛ до 1 декабря. При этом расчет налога осуществляется с суммы прощенного долга по ставке 13% и, в принципе, никогда не может превысить саму сумму прощенного долга, как объекта налогообложения. С 1 июля вступают в силу поправки в федеральный закон о несостоятельности или банкротстве, внесенный в конце прошлого года, который позволяет взыскивать недоимки по налогам, штрафы и пени, возникшие от деятельности компании с руководителей и сотрудников, влияющих на бизнес-процессы. Фактически вводится личная имущественная ответственность владельцев и руководителей предприятий. Если компании доначислили налоги и она их не заплатила, взыскивать необходимую сумму будут с руководителей либо иных заинтересованных лиц. Это могут быть сотрудники компании, которые, по мнению заявителя, например, и ФНС, влияют на ситуацию в бизнесе. Личная ответственность была и до этого момента. Она осуществлялась через гражданские иски, которые налоговая предъявляла к руководителям. Но теперь процедура существенно упрощается. Взыскать недоимки, штрафы и пени могут с физических лиц, даже когда компания ликвидирована в течение последних трех лет. Это касается и ликвидации по процедуре банкротства. И все это на основании федерального закона номер 488 ФЗ, который вступает в силу с 1 июля этого года. Легализация самозанятых провалилась. В этом уверен уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Причем такой вывод он делает, основываясь не на собственных умозаключениях, а на данных ФНС, согласно которым в январе-марте в таком качестве легализовались по всей России только 40 человек. Напомним, 1 января этого года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс России, который предоставляет двухлетние налоговые каникулы самозанятым гражданам, которые добровольно сообщат о себе в налоговые органы. Предполагается, что по истечении этого срока они должны будут определиться, прекратить им заниматься своей деятельностью или стать индивидуальным предпринимателем, владельцем патента или уплачивать НДФЛ по ставке 13%. Каникулы распространяются только на три наиболее многочисленные категории самозанятых – сиделок, домработниц и репетиторов. В Брянской области на сегодняшний день легализовались только двое человек. А в Тюменской области рассчитывают вывести из тени IT-фирмы, предоставив им солидные льготы. Ставку налога в размере 1% до 31 декабря 2019 года предлагается установить для компаний, которые заняты в сфере информационных технологий и применяющих упрощенную систему налогообложения. Соответствующий проект закона поступил на рассмотрение в региональный парламент. Инициатором документа выступает правительство области. В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2016 году IT-компании в косну региона перечислили 1 миллион 400 тысяч рублей. После принятия закона проекта бюджет потеряет 1 миллион 200 тысяч рублей. Вместе с тем, с его принятием ожидается, что выпадающие доходы будут компенсированы в полном объеме и, более того, будут получены дополнительные доходы в региональный бюджет за счет привлечения новых налогоплательщиков, говорится в документе. Выигрыш в карты тоже может стать объектом налогообложения со всеми вытекающими из этого последствиями. Житель Чебоксар Марат Латипов может попасть в тюрьму за неуплату налогов с многомиллионных выигрышей на международных покерных турнирах, в частности, в Лас-Вегасе. Уголовное дело против него возбудил Следственный комитет. Следствие считает, что подозреваемый уклонился от уплаты налогов за 2011-2013 годы в размере 4 миллионов рублей, скрыв доходы в размере 30 миллионов рублей. Доходы были им получены за пределами России. Это выигрыши на международных покерных турнирах, которые проводились в США, а также в Германии, Дании и Франции. Обвинение грозит Латипову трехлетним сроком, однако в случае возмещения ущерба дело может быть прекращено. Анна Павловна, вы, наверное, согласитесь со мной, что русский человек, менталитет у нас такой, что мы любим пожаловаться, поплакать, поплакаться, чтобы нас пожалели, а может быть и льготу какую-то дали. Ну, давайте разбираться, насколько тяжик груз, который несет малый бизнес, и не отбивает ли это вообще охоту заниматься им? Собственное дело в России сегодня ведут 9 миллионов микро, малых и средних предприятий, зарегистрированных юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Из них почти 58 тысяч зарегистрировано в Брянской области. И чтобы выжить и получать прибыль, а кто же будет работать себе в убыток? Им вовсе не требуется нарушать налоговое законодательство. Ну, давайте тогда перейдем непосредственно к мифам. Миф первый – это то, что открыть собственное дело – очень сложная процедура. Так ли это? Это заблуждение. Сегодня вход в бизнес упростился до того, что открыть собственное дело в качестве юридического лица или предпринимателя можно за три дня, даже не вставая с дивана по интернету. В этом вам поможет официальный сайт Федеральной налоговой службы www.3w.nalog.ru В разделе «Электронные сервисы» выбираем услугу. Подача заявки на государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя. Далее по инструкции регистрируете свой имейл, оплачиваете госпошлину, заполняете необходимые формы заявлений и направляете их в налоговый орган. Кстати, о госпошлине. При регистрации юридического лица ее размер составит 4000 рублей и 800 при получении статуса индивидуального предпринимателя. О положительном решении, о котором вам сообщат в течение трех рабочих дней, вам только останется забрать документ о государственной регистрации в налоговом органе, откуда вы выйдете уже в качестве официально зарегистрированного бизнесмена. По сравнению с тем, что было до 2002 года, когда срок регистрации компаний и индивидуальных предпринимателей составлял 30 дней, сегодняшние три рабочих дня – это огромный шаг вперед. Второй миф – бизнес. Закошмарили проверками. Да, работал некий дядя Вася, не платил налоги, потом решил легализоваться и повалила проверка, то одна, то другая. Этот миф имеет право на существование? Конечно, все возможно. Но со стопроцентной гарантией могу вас заверить. Если вы ведете свой бизнес, не нарушая налогового законодательства, не применяя серых схем минимизации налогового времени, выездная налоговая проверка никогда к вам не придет. Службой изменены подходы к организации контрольных мероприятий, чтобы с одной стороны снизить давление на добросовестных налогоплательщиков, а с другой – обеспечить неотвратимость наказания для тех, кто сознательно уклоняется от уплаты налогов. Мы не ставим перед собой задачу вести боевые действия, добиваться уголовных дел. Мы всегда даем налогоплательщику время и возможность исправиться. Выездных налоговых проверок стало меньше, но зато растет их эффективность. Если раньше проверялся каждый десятый налогоплательщик, то сейчас проверками охвачен только один из двухсот. Колоссальная разница, действительно. Анна Павловна, миф третий – бизнес задушили налогами. Тут уж точно по вашей части. Относительно налоговой нагрузки на малый бизнес, я бы сказала так. Она вполне соотносится с текущей ситуацией в экономике страны. Понятие налоговое бремя – это не только размер уплаченных налогов, но и условия администрирования, простота исполнения налогоплательщиками своих обязанностей. Именно эту задачу и решают специальные налоговые режимы. Благодаря им, поверьте, слухи о задушенных налогами предпринимателях сильно преувеличены. Так, например, работая на упрощенной системе налогообложения, вы поделитесь с государством всего лишь 6% своего заработка, с объектом налогообложения доходы. Есть еще взносы на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование, которые, кстати, с 1 января уплачиваются в налоговую инспекцию. Заметьте, не в качестве благотворительной помощи государству, а чтобы в старости у вас была пенсия, чтобы вы бесплатно посещали поликлиники и больницы. Кстати, у отдельных упрощенцев есть бонус. Сумму налога можно уменьшить на сумму страховых взносов, но не более, чем наполовину. Анна Павловна, максимально облегчить жизнь малому бизнесу, конечно же, призванные специальные налоговые режимы. Насколько они справляются с этой задачей? Специальных налоговых режимов четыре. Это упрощенная система налогообложения, единый налог на умененный доход, патентная система налогообложения и единый сельскохозяйственный налог. Подробно с каждой можно ознакомиться на нашем сайте www.налог.ру. Тем, кто впервые начинает заниматься бизнесом, применение специальных налоговых режимов дает дополнительные преференции. Так называемые налоговые каникулы. С 1 января 2016 года право на обнуление налоговой ставки на два года получили предприниматели, оформившие патент для работы в социальной, производственной и бытовой сферах. Кроме того, законом Брянской области от 3 октября 2016 года, номер 75З, также установлена нулевая ставка для впервые зарегистрированных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и работающих в социальной, научной и производственной сферах. Введение двухлетних каникул нацелено на активное развитие малого бизнеса, давая возможность жителям области открыть свое дело, встать на ноги, а потом уже пополнять казну. Кроме того, сейчас будущий бизнесмен еще до начала ведения своей деятельности может рассчитать, на какой системе налогообложения ему наиболее выгодно находиться. Для этого на нашем сайте www.nalog.ru есть налоговый калькулятор, с помощью которого можно рассчитать сумму налога по ЕНВД или стоимость патента по определенному виду деятельности. Анна Павловна, на форумах, где обсуждают вечный вопрос, платить или не платить налоги, все-таки больше становится сторонников легального бизнеса. Какие вы можете привести аргументы для тех, кто еще сомневается выйти из тени? Как вы понимаете, вести свой бизнес легально, отчислять налоги, это сейчас не просто, не тяжело и не страшно, но и выгодно. Мало того, что вы сможете обеспечить свою жизнь, когда придет время выйти на пенсию, вы можете пользоваться легальностью ведения своего бизнеса уже сегодня. Большинство компаний желают вести работу с честными контрагентами. Кроме того, если вы захотите работать с государственными структурами, вы с легкостью сможете участвовать в аукционах на право заключения государственных контрактов. Если вам понадобятся денежные средства, к примеру, на расширение вашего бизнеса, вы сможете обратиться в любое кредитное учреждение и на выгодных условиях получить кредит. Если вам понадобится привлечь в свой бизнес высококвалифицированных специалистов, у вас есть чем их привлечь. Официальная заработная плата и социальные гарантии. И тогда вы с гордостью сможете заявить, я честный налогоплательщик, мне нечего бояться. Надеюсь, все сказанное добавит уверенности тем, кто мечтает, но боится открыть свое дело. А тем, кто решится на этот шаг, мы желаем всяческих успехов. Ну и, наверное, они ожидают еще, конечно, уже всесторонней поддержки. Не только от налогов ведомства, но и от всех госструктур для ведения бизнеса, потому что это полезно и для тех, кто бизнес ведет, и, конечно же, для государства, получая налоги. Согласна. Анна Павловна, большое спасибо за беседу. Анна Перфильева, начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области, отвечала сегодня на вопросы программы «Налоги». С вами был Александр Новиков. Удачи вам в бизнесе. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова